Здравствуйте, дорогие подписчики! С вами Сноб, вокалист дискогруппы Neon People. Под моим последним видео пара пользователей оставили комментарии с просьбой рассказать, как в СССР дружили с девчонками. Я даже не знаю, что рассказать, потому что дружба у разных людей была разная, но я расскажу пару историй. Первая история будет про мою сестру, как девочка дружила с мальчиком, а вторая история будет про меня и мою первую любовь. В общем, как я неоднократно рассказывал, я и моя сестра, мы родились в Казахстане, в городе Балхаш. Сестра старше меня на 10 лет, и в 80-м году перед Московской Олимпиадой мы переехали в Украину, сестра закончила школу, а в школе она училась, у неё был одноклассник Витя, Витя Пивоваров, и у них возникла любовь, и я скажу, что как моя сестра, так и Витя, они были очень разносторонними личностями, скажу, что они не курили, не пили. Витя занимался фотографией, чеканкой, художником, он впоследствии стал художником. Моя сестра тоже занималась выжиганием, скажем, у нас была такая дощечка, и там она выжгла Битлз, да, нотки так были нарисованы, выжжены, и лица четверых участников Битлз. У Вити был мотоцикл Ява, и он научил мою сестру водить мотоцикл, они вечерами гоняли на мотоцикле, также ходили на каток, катались на коньках, не знаю, когда у них первый кекс был, ну, целовались у нас дома, и я уже рассказывал, как я получил вообще удар массажной расческой, сделанной из гвоздей по ноге, за то, что вошел в комнату, когда моя сестра целовалась с этим Витей. Вот, это была, да, у них чистая, прекрасная любовь была. Витя также где-то доставал самое модное, самые свежие аудиозаписи, сестра переписывала это все у него с катушки на катушку. Вот, а в 80-м году мы переехали в Украину, на Украину, говорю еще, который раз не придирайтесь. И Витю забрали в армию, его отпускали в отпуск, в увольнение, ну, в общем, он приезжал к нам в Украину, служил он в Мурманске, на Северном флоте. А городок у нас шахтерский, и, ну, 90% мужчин у нас работают в шахте, на шахте. И, ну, было предложение переехать после того, как он закончит службу в армию, было предложение переехать в наш город, но он подумал, для него это ужас. Вот, для меня абсолютно нормально, я тоже в шахте работал, но для него это был ужас, где-то под землей работать. В общем, он не переехал. Вот так вот они расстались, но первая любовь у моей сестренки и у этого Вити, любовь осталась до сих пор. Они общаются, переписываются. Впоследствии, как я сказал, стал художником, рекламой занимался. Не знаю сейчас, как он живет. Ну, такая вот история первая. А теперь я расскажу про себя. Когда мне было лет 7, я познакомился с девочкой из города Харькова. Ее звали Лариса. Она приезжала на каникулы к своей бабушке. Бабушка очень старенькая была, набожная, в Бога верила. И, кстати, она была старейшей жительницей нашего города. Она прожила почти 100 лет. И вот Лариса приезжала в гости к своей бабушке. Бабушка такой вкусный квас делала. Ой! Бабушка жила в соседнем подъезде, в моем доме. И вот на каникулы к ней приезжала Лариса. Она такая пацанка была. Ну, мы дружили. Чисто была детская дружба. Вот в нашей пацанячей компании было всего две девчонки. Тоже моя соседка Наташка, с которой я почти каждый день увижусь. Вот. Она у нас чуть-чуть помладше была. И вот обе девчонки, они такие пацанки были. Вот. Они постоянно вот в какие-то авантюры втягивали. Ну, это отдельный разговор. Этому отдельный выпуск надо посвятить. И, в общем, вот так вот мы дружили с этой Ларисой. Стали постепенно взрослеть. И возникла между нами любовь. Хочется отдельно сказать про музыку. Вот. Допустим, я вообще-то рок-музыкант. Но параллельно я очень любил и люблю диско-музыку. Вот мне там пишут, как ты там доктора Албана можешь слушать. Я про пластинку доктора Албана рассказывал. Рок-диско для меня одинаково прекрасные жанры. С диско меня познакомила моя сестра. Еще в раннем детстве. Это еще 70-е годы. Вот Витя ее парень. А потом Лариса начала с Харькова привозить дипломаты. Я рассказывал. Жители СССР знают такие кейсы под названием «Дипломат». Лариса стала привозить кассеты. Не знаю. Вот полный дипломат японских. Кассет ТДК, Сони, там, я не знаю, там, басфы разные. Вот чисто импортные кассеты, на которых записаны самые свежие, самые модные альбомы. А у нас в городе, я живу в провинции, небольшой шахтерский городок в Днепропетровской области. И у нас с кассетами было плохо. Их завозили пару раз в год, обычно перед Новым годом. И это была свема. Японские кассеты у нас в городе большая редкость, чтобы завозили и продавали у нас там импортные кассеты, немецкие и японские. И вот у меня там есть 2-3 штуки свемы. Свема дешевле стоила. Она стоила 4 рубля. Хромовые кассеты на двуокиси хрома стоили 6 рублей. Японские кассеты, или там немецкие, они стоили, в основном цена одна и та же была, 9 рублей. И японские кассеты 90-минутные были, а свема 60 минут. И я вот брал у Ларисы, переписывал эти кассеты, сборники составлял с диско-музыкой. Впервые я на Ларисиных кассетах услышал Бобби Орландо. Я не знал, как этот стиль называется. Уже в 2000-е годы я узнал, что этот стиль называется хай-энерджи. И когда встал вопрос о возрождении сноп диско-проджектов, я сказал Полине, что я хочу работать в этом жанре. У нас уже было записано несколько песен. Это был 2016-й год. Первый альбом «Электрошок» назывался. В общем, у нас были записаны уже песни «Электрошок», «Наташа». И дальше вот я Полине сказал, я поставил пластинку Бобби Орландо, которая ко мне попала в руки от Ларисы, про которую я сейчас говорю. И я сказал, я хочу, чтобы примерно вот так вот звучал мой проект, чтобы темп был 140 ударов в минуту, чтобы стучали колотушки всякие, кофбеллы. И минимум использования чёрных клавиш на синтезаторе. И, в общем, мы с Полиной написали песню «На линии дождя». Ну, в общем, я отвлёкся, ребята. Это вот как бы с такой музыкой меня Лариса познакомила. Лариса приезжала в город ещё и с кассетным плеером, который был в те годы диковинкой. И Лариса у нас во дворе была как Алиса с мелофоном. Все, дай послушать, дай послушать, все этот плеер у неё из рук выдёргивали. Это был вот такой вот плеер «Юнисеф». Вот у меня синего цвета, у Ларисы был такой плеер красного цвета. И вот мы сидели с ней во дворе на лавочке, слушали эту дикую просто зарубежную музыку. И рок тоже слушали. Там «Скорпиус», допустим, «Назарет», «Сидиси». Ну, в основном эталодиско. Лариса очень любила эталодиско. И, кстати, посвящена у меня песня Ларисе, которая называется «Лариска диско». Я думаю, вы её слушали. Вообще у меня Ларисе посвящены как минимум три песни. Есть ещё песня «Горнистка». Да, Лариса была горнисткой. Несмотря на то, что она хрупкая, щупликая, у неё такие лёгкие, она в школе была горнисткой и привозила горн к бабушке. Тут дело там. И третья песня – это «Поезд на Харьков» нашей дискогруппы «Neon People». Я скажу, что если брать творчество «Neon People», то песня «Поезд на Харьков» у меня самая любимая. И мне нравится, как роль Ларисы в этой песне Полина сыграла. И аранжировка, звучание, которое сделано Антоном Власовым, нашим композитором, аранжировщиком. Но вот у меня любимая песня. Нет, не «Medoc Acceleration» и не старая пластинка «Поезд на Харьков». У меня любимая песня. Это именно про наши отношения с Ларисой. Ещё вчера, который вечер, я привкушал тот дом на сладкий миг. Когда дождусь я этой встречи, на крыше столик для твоих. Но сразу чайник вновь «Поезд на Харьков». Но знай, что я всегда буду с тобой. Тридцать пять минут всего до расставания. Тридцать пять минут. Тридцать пять минут. Любовь на расстоянии. Тридцать пять минут. Опять огни вечернего вокзала. Ты мне старин, с тобою виза-би. Ты столько раз в мой город приезжал. Ты столько раз, прелись я в любви. Но сразу чайник вновь «Поезд на Харьков». Но знай, что я всегда буду с тобой. Двадцать семь минут. Уже до расставания. Двадцать семь минут. Двадцать семь минут. Любовь на расстоянии. Двадцать семь минут. Двадцать семь минут. Уже до расставания. Двадцать семь минут. Двадцать семь минут. Любовь на расстоянии. Двадцать семь минут. Двадцать семь минут. Двадцать семь минут. Любовь на расстоянии. Только пять минут. Двадцать семь минут. Уже до расставания. Только шесть секунд. Только шесть секунд. Любовь на расстоянии. Только шесть секунд. Вот так вот мы жили, дружили. Потом начали взрослеть. И поняли, что у нас возникла взаимная симпатия. Ну и мы стали целоваться. Я никогда не забуду этот поцелуй. Знаете, это что-то. Лариса, это, не знаю, у нее такие слюньки приятные, ароматные, вкусные. У нее такое дыхание. Ой, язычок какой, ребята. И мы целовались. А потом у нас дело дошло до кекса. Знаете, я тогда себя считал вот каким-то... Ну, не знаю. После того, что мы сделали, мне казалось, что я ее как-то оскорбил, что ли. Ну, вот так вот, в общем, мы влюбились. А Лариса приезжала только на каникулы. Уезжала в Харьков. Со мной оставались записи с ее кассет. Я часто ее вспоминал. Да, в классе у нас были красивые девочки. Но я был мальчиком скромным. Как-то так. И эти девочки на меня не обращали внимания. И скажу, что они мне тоже были малоинтересны. Лариса, это как-то немного другой уровень. Она очень интеллигентная. Мама у нее работала бухгалтером в Харьковском оперном театре. Вот эти вот кассеты, они были записаны с пластинок, которые привозили артисты Харьковского оперного театра из заграничных гастролей. Лариса очень много знала. И много чего от нее я узнал. Ну, то есть, скажем, наши провинциальные девочки по сравнению с ней, ну, отдыхать могли. Хотя, может, и покрасивее ее. Лариса, она черненькая, худенькая, маленькая такая пацанка. Если с кем можно сравнить. Вот мама у меня, допустим, ее сравнивала с Натальей Варлей, кавказской пленницей. Вот мне вообще нравились и нравится. Вот у меня такой вкус. Мне нравятся темненькие, черненькие девочки. Лариса наполовину молдаванка. Вот, и вот мне вот такого типа нравятся девочки. Она вообще даже во взрослом возрасте практически не пользовалась косметикой. Настолько у нее выразительные черты лица. Ну, и кроме того, я скажу, она закончила впоследствии Харьковский университет и стала переводчицей. Она в совершенстве знает английский и французский язык и работала переводчицей в различных организациях. И там, между прочим, макияж, косметика не приветствуются в иностранных организациях. Если там сотрудница какая-то, переводчица, если она красится, это для иностранных... Ну, это как проститутка. Типа она хочет своих клиентов, тех, с кем работают, соблазнить. И вот как-то так вот получается. Ну, вернемся в 80-е годы. Да, Лариса уезжала. Тогда не было интернета. Тогда даже домашние телефоны, обычные проводные, а других-то и не было, были далеко не у всех. У нас, допустим, не было в семье телефона. И мы писали друг другу письма. И письма шли 4 дня от нас в Харьков. И потом, когда ответ получаешь еще с Харькова, от нее ответ тоже 4 дня приходилось ждать. Знаете, какая это была мука? Ну, ты ей что-то написал, а она раз и немного не так поняла. И как она вообще поймет что-то? Ну, это не то, что живое общение. Это сейчас мы можем вот общаться по интернету, по видеосвязи. Вот вы мне комментарии пишите. Иногда я вот, если нахожусь в сети, я мгновенно отвечаю на комментарии. А знаете, вот что такое ждать ответа? То есть ты написал письмо, и только через 8 дней ты получишь ответ. Иногда она неправильно понимала меня, злилась. Ну, были, были, были у нас непонятки. Но ты отвечал и опять ждать еще 8 дней. И я... Такое счастье было залезть в почтовый ящик, получить это письмо. Это письмо пахло духами любимой Ларисоньки. И вот когда полтора года назад мой друг с канала «Тусовки с Медведичем» Игорь, Игорь, привет, выпустил конверт, почтовый конверт, посвященный нашей дискогруппе «Neon People». Вот такой вот конверт, и я из Николаевской области этот конверт ждал неделю, неделю. Игорь живет в Южноукраинске. Я ждал этот конверт с таким нетерпением, и я вот вспомнил нашу переписку с Ларисой. А общаться по телефону я ходил к друзьям своей мамы. Мы там платили им деньги за это. Разговоры у нас длинные были, а междугородняя связь в СССР, скажем так, дорого стоила. Вот общались мы по телефону. А когда Лариса приезжала, то вы даже не представляете, как я ее обнимал и как я ее целовал. Вот, я ее обнимал вот так вот, и у нее даже хрустнуло что-то вот, хрустнуло вот в спине. Оцеловался, я вот так вот припаду к ее губам, и тут воздух у нее из легких, ее воздух высасываю. Она даже в обморок чуть не упала однажды. У нее глаза закатились. Говорит, Саша, ты у меня забрал дыхание. Вот так вот я дружил. Это была первая любовь. Она была абсолютно чистой. И, то есть, даже о кексе мы особо и не думали. Вот тебе нравится, девочка, и все. И другие не нужны. Чем вся эта история закончилась? Впоследствии Лариса уехала за границу. Как-то любовь прошла, но, тем не менее, между нами сохранились теплые дружеские отношения, которые продолжаются и по сей день. У нее была идея фикс выйти замуж за иностранца богатого. Она уехала в Америку. Сейчас она живет в Анкоридже. Анкоридж – это столица штата Аляска. Она живет на Аляске. Но отношения мы поддерживаем. Также много очень виниловых пластинок она мне из-за границы прислала. До новых встреч!